В преддверии дня рождения рассказываю вам про свои моменты, которые я стараюсь следовать, которым стараюсь следовать. Например, момент замечать жизнь. У меня есть хэштег замечать лето, замечать весну, замечать осень, замечать зиму, замечать моменты. Останавливаться на 5-10 минут в день. И классно, кстати, мне помогают, например, видеоформаты, потому что я иду, смотрю, какая красивая желтая листва. Я останавливаюсь на 10 секунд, на 7 секунд. И это тоже считается замечать в этот момент жизнь, красоту, осень в данный момент. И через видеоформат, кстати, правда, очень удобно. Хотя я это делала специально. Нос чешется. Это, видите, в преддверии дня рождения. Хотя я не пью алкоголь, но все равно это традиционные какие-то штуки вошли в чат. В общем, видите, я сейчас на таком красивом озере и тоже делаю момент, называется замечать жизнь. В предыдущем видео я рассказала, что главное правило – это отсутствие правил или внедрение своих нюансов в существующие правила. Что это начать переходить в мир онлайна. Это взаимодействовать с людьми. Сейчас рассказываю про замечать жизнь. И еще создавать, создавать продукты свои, создавать направление и созидать и взаимодействовать с людьми. И снова создавать продукты, и снова взаимодействовать с людьми. Создавать продукты, взаимодействовать с людьми. это большой путь этому нужно учиться это нужно тренироваться это навык но этого стоит потому что тогда у тебя мир прям вот эти он мир он расширяется он становится таким вот красивым большим то есть там где где-то что-то будет не получаться где-то будет тормозиться с тем то будет что-то не удаваться с каким направлением какой школы например ваш онлайн где-то будет пока там стопориться кто в другом месте у вас будет наоборот рост ну или не очень рост но потом вы создаете с третью например онлайн школу 4 5 направлением вы делаете новые продукты вы видите новые возможности и таким образом шаг за шагом вы двигаетесь точно создавать продукты сто процентов точно учиться новому учиться всегда учить языки читать слушать аудио книги слушать аудио подкасты пробовать самому делать что-то подобное даже если это на аудиторию 10 человек пока просто делать это и кстати не важно сколько лет вам не имеет уже сейчас значения скажите мне кто сейчас тут витает вы не видите но тут осенние мухи прилетели или я не знаю кто это вот а там кстати недавно были утки вот они классно тренируются когда летают очень красиво у меня очень очень необычно сейчас при период он в преддверии дня рождения его называют цикл 12 лет теперь я это просто почувствовала она настолько сильно почувствовалась и внутри и мне такие события мир и жизнь подарили что там хочешь не хочешь ты начинаешь снова и снова очень многое верить и они соответствовали ровно тому чем я занимаюсь и это круто потому что мне не придется заново там что-то с нуля делать я могу просто развивать уже существующие и это мне нравится потому что за годами сил не прибавляется вот водами сил не прибавляется ребята я это тоже чувствую и тренироваться до физические нагрузки я это делаю прям специально выделяя на это время ресурсы то есть обычно знаете еще интересный момент люди выделяют например время думать что нужно просто выделить время типа на условную прогулку сделать десяти шагов но же нужно не только время выделить нужно в этот день идеально например выспаться быть отдохнувшим взять с собой термос с морсом взять с собой еду настроиться и на самом деле это тренируемый навык то есть если вы начнете постепенно внедрять эту жизнь то пройдет 1 2 3 года и вы удивитесь что вы это делаете на регулярной основе это работает у меня это работает я об этом многое рассказываю делюсь до ресурс вообще нужно выделять под все знать еще есть классная тема тема лень лень мне вообще я недавно подруге написала что мне не лень делать там условные три пункта вот остальное мне вообще делать все лень я ну делаю это там раз какой-то очень большой период типа уборки мне реально лень убираться и я не убираюсь типа каждый день вот я убираюсь очень редко и окей у меня есть порядок в проектах для меня это ключевое у меня там просто эти как чистота блестит все вот это красота а в оффлайне нет такого порядка вообще на самом деле интересный момент в оффлайне невозможен порядок абсолютный мне кажется знаете многих людей как я понимаю триггерит именно то что что-то где-то типа ремонт где-то еще что-то те что-то перекрыли где-то это а на самом деле ну да это так но если вы попробуете переходить мир онлайна им прикиньте как круто у вас будет два мира мир оффлайн мир онлайн то есть в онлайне более-менее если вы хотите там что-то типа порядка или предсказуемости или роста или что там было такое все светлое классное пушистый ваще вау то вот ну вот туда вам туда потому что там более-менее можно немножко повлиять на что-то более-менее здесь например вы в любом пространстве оффлайна вы не можете подойти и сказать пожалуйста перестаньте ремонтировать дороги пожалуйста уберите вот эти шумные машины пожалуйста то или даже не знаю если вы живете где-то на природе вы не можете погоде сказать так давай-ка сегодня без дождя вот и вот эти все штуки они на самом деле могут очень сильно вытягивать энергию поэтому мир онлайна в этом плане нас нам поможет очень у меня есть хэштег называется чувствую ветер дыши живи это тоже сегодня просто так чувствую ветер и дыши живи еще я сделала его именно в такой последовательности потому что я подумала что ветер могут чувствовать все люди но у меня же профессиональная как бы взгляд на это что я взаимодействовала с людьми глухими слепыми а еще я была познакомилась человеком это была большая встреча специально сделанная в одном сообществе этот человек был глухой слепой немой то есть отсутствовало все вот это вот внешние для коммуникации и вместе и мне было очень интересно как он как он тогда взаимодействие с миром с учетом того что это ну там самого с малых лет но он вообще ничего не помнит но то есть он он этот мир вообще иначе воспринимает и у него есть помощники но постоянно были помощники определенные и там применяется жестовый язык когда прикасается к ладони вот таким образом он умел считывать а так он разговаривал например с нами и эта тема чувства ветер то есть дальше меня в голове там тема терпомощи то есть если не ожог ну то есть это же мы же кожей до сенсоров сети то есть если не ожог то в принципе вообще как бы по еде да ну у меня часто это в голове я думаю по идее все могут чувствовать ветер вот отсюда это пошло чувствую ветер ну что как бы не могу сказать типа смотри на красоту потому что знаю людей которые не могут видеть слушай ветер тоже не могу сказать что знаю что люди многие есть глухие ну то есть полностью глухие которые не могут услышать птиц в эти вообще но вот как я понимаю как раз остается только чувствовать, то есть почувствовать кожей, опять, за исключением, если там не будет ожога. Видите, у меня какие, совсем я ухожу в такие штуки, но это профессионально уже. И дыши, живи, то есть дыхание, сначала мы дышим, дышим, и живи, продолжай жить. Это одно из самых сложнейших штук, на мой взгляд, потому что не просто автоматически, на самом деле, мне кажется, те, кто живет немножко автоматически, им даже чуточку проще, чем те, кто реагирует там на все, и чуть больше, повосприимчивее, большая задача жить именно, ну, как бы жить жизнь. Мне кажется, это прям гигантская задача такая, сложная задача. Это нужно тренироваться, это нужно очень многое делать, специально для того, чтобы жить жизнь. О, сейчас вам еще кое-что расскажу, третью часть запишу, чтобы было красиво, три части.